Клёво всем, друзья! Сегодня 1 ноября, я вот решил выскочить на лодке погонять щуку. Первый раз в этом месте, друзья, привезли интересное место. Огромнейший мелководный залив, весь в растительности, глубина 20-30 сантиметров. Говорят, щука есть, решил проверить. Вся рыбалка будет происходить. На ней зацепляйки различные, в основном все с резиной. В принципе, ловить, говорят, уже можно и в этом месте, вот только-только отплыл. Но, сказали, идем на секретное место, где-то с километров. На грёблах идем и там рыбку ловим. Так что, друзья, поехали, смотрим. Ну что, друзья, я уже на месте. Ребята уже ловят. Уже двух поймали, несколько выходов было. Работать буду у меня вот такое вот удилище Quantum до 21 грамм. Одночастник. Старенькое удилище, уже много-много лет оно у меня. Работать буду двумя комплектами. Это будет первый легкий и второй, это будет у меня джерковый комплект. Тоже буду работать резиной, не зацепляйкой. Огромная резина. Он, ребята, мне показывают рыбу. Молодцы. Вижу. Начну с резины. Рыба есть. Уже двух ребят взяли, несколько выходов было. Буду работать сначала, для начала вот такой резиной. Яркая, красивая, не маленькая. На овсети. Посмотрим, как будет проходить. Рыбалка очень простая. Практически просто протягивание резины по кушырям. Больше ничего здесь не проведешь. Именно нужны не зацепляйки. С максимально закрытым крючком, где можно резину подтопить. Отапливаем. Где нет, просто проводим. Так, на якорь встанем. Обычная классическая рыбалка для мелководных водоемов. В лиманах, когда рыба стоит непосредственно в траве, точно такая же рыбалка. Второй комплект мультовый. Вот такое удилище. Обогартия. От Свардзонгер. До 140 грамм. Бочонок классический. Все четвертый. Посмотрим, как рыбка среагирует. Нет? На крупные приманки здесь. На таком мелководье. Ну, крупная как. Не сильная, а крупная буду использовать. Различную резину. На овсенном крючке 10-0. По крупной рыбе сечет великолепно. Ну, а по шнуркам, конечно, плохо. Она, в основном, кусает резину и не сечется. Сильно повреждая резину. Вот такая коробочка. С жирковой резиной. Я без поводков поводки выложил. Они вот один есть. Поводки случайно переложил. Поводки переложил. Хотел другую сумку взять. И туда переложил поводки. Вот один хоть есть с собой. Уже радость. Шнур какой-то японский 038. Верой и правдой служит. Перетаскал много хороших рыб. Именно хороших, серьезных. Ну, начну вот с вот такой красавицы. С вот такой. На овсетнике 10-0. Посмотрим, что получится, друзья. Для сравнения есть резина побольше. Есть резина побольше, есть резина поменьше. Начнем с резины поменьше. Резина работает сказочно. Просто огонь. Удар был. Идет, 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 идет. Маленький шнурочек. Идет. Маленький шнурочек шел, несколько раз ударил. Но не взял. Атаковал маленький шнурок. Но не взял. Подкинем ему еще раз. Ну, он играет еще офигительно. Ребят, спасибо, отвинчинговывает. Небольшой твич надевает, как интересно играет. Родной крючок у него отстойный. У этой мышки. Поэтому, родной снимаем всегда. И ставим обычный овсет. Ребят, мимо. Вот этот обычный овсет сечет чуть-чуть получше. Какая мышка интересная. Поехали. 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 идет 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 есть отход ребятки был первый сход есть ребятки есть щучка есть а сошла сошла ничего если фигасе шов спускать стал шов спускать резко стал шов расклеивается еще не встречался а а Субтитры сделал DimaTorzok